Welcome, welcome! Сегодня по какой-то причине у нас летел основной канал ютуба. Не знаю, что с ним случилось, никаких страйков мы не получали. Не волнуйтесь, я прогуглил ночью, где-то 6 часов назад, ночью для нас с вами, получается, сервера ютуба падали. Сами ютубовцы написали, что все хорошо, мы все исправим в ближайшее время, но, видимо, при исправлении какие-то ошибки произошли. И сейчас, используя программку ReStream.io, я не могу на своем основном канале запустить стрим. Он мне пишет, что у меня нет прав на этот канал. Ну, бывает и такое, что у меня нет прав на тот канал там стримить, но зато я запустил свой второй бэкап-канал, который был создан давным-давно еще. Специально для таких вот случаев, когда что-то неожиданно слетит, чтобы у меня были всегда бэкапы. Ну что ж, кулдаун идет у нас. Обратный отсчет. 2 минуты 30 секунд до матч команды ПНК против команды Соточки. Пока это все дело идет, советую вам ознакомиться с моей группой ВК. В ней сегодня я там написал интересные факты, которые произошли на этом уже чемпионате мира. Это факты по плей-ин стадии командам и факты по LMS региону. Их можете почитать и ознакомиться. Соточка вперед, написал парень здесь Иван Медведев. Топим за камбэк воров. Ну, посмотрим, камбэк не камбэк. Хотели нам тут рейтинг показать, но я и без них вам покажу этот рейтинг. Вот, он вышел у нас уже Африка Фрикс из первого места G2 со второго. Рояльцы с первого Клауд Найн и со второго. Кэта Ростерсы с первого Эдвард Гейминга, со второго Тим Ликвиды не вышли. Не дали им даже шанс Кэта Ростерсы сыграть тайбрейк между Эдвард Геймингами и ими. Потому что Эдварды победили КТшников. Ну и вот сегодня будет решаться судьба группы D. После того, как мы выясним уже, кто здесь займет первое и второе место, у нас будет Жеребьевка. Жеребьевка проходит довольно простым путем. Выбирается сначала номер один, номер два, номер три, номер четыре команды в рандомном порядке. А потом начинают выбираться команды все вот со второго Тира. Но вот как будет это происходить. Если Африка Фрикс, допустим, попадает сюда, то когда вытащат команду G2, они не попадут вот в эту часть никак. Они попадут только в эту часть. Соответственно, они будут с командой первой, которая здесь. Но это вы увидите чуть позже. Просто вам хочу рассказать, что каннибализма не будет вплоть до финала. То есть те команды, которые играли друг с другом в группе. Ну, например, сегодня выйдут фанатики из Товаров с первой и второй позиции. Ну, а кто знает. Чем черт не шутит, как говорится, выйдут с таких позиций. Правда, чтобы они так вышли, надо, чтобы фанатики сейчас проиграли. Если честно. Иначе им банально может не хватить очков соточки выбраться дальше. Но так вот, выйдут они вот в таком положении. И они вплоть до финала уже не встретятся друг с другом. Так что вот, например, такая команда, как Royal Never Give Up, может команда Cloud9 еще раз встретиться только лишь в финале. Мечта голубая, мечта, так сказать, Cloud9-овцев. У G2 и флэши одинаковый счет. Почему G2 оказались... Так они же тайбрейк играли матч друг с другом. И G2 победили в тайбрейке. Ты, видимо, все пропустил. Неплохой был денек. Обязательно посмотрите на YouTube. На основном канале там все выложено. Кстати, видочки все равно попадут на основной канал. Это не имеет значения. Заливать я их по-прежнему могу. Я почему-то трансляцию не смог только запустить. Но после сегодняшней трансляции мы будем разбираться. Не думал, что что-то слетит. Ну, вот поэтому за час трансляцию и запускают, чтобы разобраться. Фанатики 2.1. Соточка 1.2. Соточка одержала победу от команды G-Rex на этом чемпионате мира. Это регион LMS. И регион LMS Play-In команда. Команда, которая прошла из стадии Wild Card. И играет как, в общем-то, Wild Card. Именно вот в эту группу прочили местоположение команде Gambit E-Sports, если бы они тоже прошли через свою группу. У соточки скобочки не поставил в разнице игр. У соточки скобочки не поставили в разнице. Не, уже поставили, видимо. До этого не висели. Я не обратил даже внимания. Ирелия забирается на ФП для команды ФНК. Был убран уже от Рокса Ургот. И Ирелия появляется для потенциального капса. А может быть и Суас решит примерить к себе керрищи и штанишки. И сыграет этим чемпионом. Хотя Суас, по-моему, не керит уже года 3 как. Года 3 как он играет не на гангпланке, а это единственный его керри был чемпионом. Ну, еще Дариус. Но они как раз где-то 3 года не существуют в его пуле. И играет он на топе стандартных. И, как видите, 100 воров абсолютно нагло, наглым образом забирает себе Сиона и Кайсу. Прекрасно понимает, что никакие камилы им не страшны. Все равно Суас будет играть там всяких Наутилусов, Маукаев. Ну, максимум гангпланка. Больше никого он сыграть на топе не способен. Но забирается Браун, видимо, как контракт инициации Сиона и контракт Кайси, чтобы урон ее блокировать. Да и хорошо Браун комбинируется с Эрелли. Под ее ульту его ульта заходит также очень даже хорошо. Вот кого сейчас забирать в команде Фанатик? С одной стороны, надо забирать сейчас себе Джанглера хорошего. С другой стороны, не хочется его полезть. Так что лучше, наверное, забрать Адекерри. И они это делают. Вот Реклас забирает себе Север. Север вчера наполучала кучу поражений. Я вам рассказывал, что вчерашние команды были все профессиональные Кайсы. Ну, Адекерри, в общем-то, специализировались по Кайсам. И, соответственно, все эти вот Кайсы вчера побеждали. А вот Горе Северки попортили статистику Северки. До вчерашнего дня у него было 6 побед из 6 игр. А вот теперь у нее, по-моему, 7 побед и 3 поражения, если я не ошибаюсь. Ну, это можно будет в перерыве посмотреть статистику. То есть, немножко попортилась статистика Северки. Но сегодня она будет исправляться, потому что Реклас манит Север тоже. А Рикара, хоть и выбил себе Кайсу, но может и провалиться в этой партии. Лиссандра появляется от Трио. И явный контроль в мидгейме собирается выбить себе команда Соточка, чтобы не провалить мидгейм и попытаться заполучить преимущество Драконии. Так как уже лейтгейм у них явно позади. Они понимают прекрасно, что Кайса слабее Северки будет. Было написано 6 побед из 9 игр. А, 6-3 тогда статистика. Значит, вчера вообще Северка не выиграла ни одной игры. Ну вот. Кажется, если с листа читать. Ну, на самом деле, да, у меня так и есть. У меня на листочках то, что я должен вам рассказать, записано, знаете, как-то по пунктикам. И поэтому я иногда на экран не смотрю, что там показывают. Ну, Риуты сами показывают, так что не проблема. Способны ли фанатики дойти до финала Чемпионата Мира? У них вроде хороший состав. Способны ли фанатики до финала? Вряд ли. Хотя, правильно подметили, вот нарядите некоторые люди, что этот Чемпионат Мира не обладает сверх теперь коллективами. Потому что и Катаростерсы отдали пробоину, и команда Ройл Неврагива вообще проиграла две игры. Возможно, даже три игры почти бы проиграла, если бы Клоуна и на более хорошо сыграли лейтгейм своего матча. Бард от Афрамо. И это 87-й чемпион на Чемпионате Мира. 87-й оригинальный чемпион. То есть не было Барда еще ни разу. Бард появляется и продвигает рейтинг по разнообразию чемпионов на этом Чемпионате Мира. Брокса забирает себе Лисина. Джанглера так и не показала. 100 воров хотят Анде дать контрпик, прекрасно понимая, что единственное, что есть хорошее у команды 100 воров, это Самдэй и Анда. Эти только игроки могут тащить катки. Ну, Чагат появляется от Суаза, да. Один из разнообразных танков. Шена Орна ему забанили. Маукая решили они не брать, а взяли Чагата, так как у них есть ускорение от Северки. Почему бы и нет? Ну что ж, Бард с шикарной инициативной ультой, в которую можно будет залетать потом Сиону и Лиссандре. Интересно будет нам все это дело посмотреть. Но надо, мне кажется, дополнить этот сетап команде Соточки через еще одного инициативного чемпиона в лесу. Что они делают? Берут Поппи. Поппи лесная от Анда. Как контрпик к Лиссину на чемпионате Европы и даже вроде в Америке ее использовали, когда Лиссин вроде начал возвращаться в чемпионаты. Вы знаете, что весь сезон он практически не игрался в лесу. Но как только он начал возвращаться, появился вот этот новый билд через Дарк Харвест. Все начали его контрить банально Поппи. Она более танковая. У нее есть блок инициации через W. Команда Соточка, мне кажется, перепикала команду ФНК, но лейтгейм я все равно отдам за фанатиками. Лейт отдам не сильно, но он будет. 55% дам им. Тут тебе и комбинация Ирелия с Браумом. Тут тебе и неубиваемая Севирка. Ее просто нечем убивать. Кайса, хоть и наносит много урона, но ей придется сражаться сначала с Чагатом, а потом еще и с Лиссином, чтобы добраться до Севир. Ну а если посмотреть на сетап команды Соточки, у них шикарный Early Game Pressure, шикарный Mid Game Pressure. Где магический урон у команды Фанатик? А он им и не нужен. У оппонентов нет супертанков, кроме, по сути, Сиона, с которым стоит бороться с каким-то другим уроном. Винтарис подарил 100. Приветствую, Виви. Привет. Я-то сижу, смотрю и не доначу. Непорядок. Успехов. Спасибо тебе, Винторез. Напоминаю, что сегодня у меня Ютуб слетел. Вот Винторез как-то смог все же найти наш Ютуб, Ютуб основной канал. Так что те, кто вот зашли, отвечили в ВК и недоумевают, а где же наш Ютуб? Ютуб идет только на другом моем канале, втором, который лайв-канал. И в перерыве, я думаю, я не буду уже сегодня мучиться. До конца трансляции мы так на этом канале и простримим. Просто не будем мучиться, в смысле того, подключать, пытаться еще раз основной канал. Основной я потом сам вне стрима покручу, поверчу, обмануть всех захочу. Кайса все равно затащит. Смотрите, какая ситуация. Команда Соточка набрала себе довольно прилично много урона магического. Следовательно, Кайси придется играть в АД билд. АД билд более медленно скелится, в отличие от Абилити Пауэр билда. Соответственно, она не сможет подарить своей команде более сильный лейт. Если же она пойдет в Абилити Пауэр, то у них будет более сильная начальная стадия игры и средняя стадия игры. Но при этом будет полный провал в лейт-гейме. Кто-то там сказал, где же магический урон у команды ФНК. Они из-за этого проиграют. С одной стороны, ты прав. С другой стороны, такие чемпионы, как Поппи и Сион, они как раз хороши, когда у оппонентов куча магического урона. Потому что они могут себе набирать кучу здоровья и собирать кучу предметов на магическую защиту. Там адаптивные шлема, локеты, конечно же, сами по себе спиритвизажи, ботинки, мерки и все. И тебя убить вообще невозможно магическим уроном. Но вот когда физический урон, тут мы впадаем в такую интересную ситуацию. Здесь есть Чагат, у которого есть тру-дамаг и у которого процентный урон с Ешки. Здесь есть Лисин с процентным уроном с кушки и ульты. Здесь есть Ирелия с тру-дамагом. Здесь есть Севирка, которая будет тоже с тру-дамагом, когда доберется до Infinity Age. То есть получается, что вроде когда два танка есть, фулл-адэ сетап у команды ФНК, покупаем нинжа тапки, получаем преимущество. Но получаем это преимущество в мини-игре под названием 35 минут. А вот потом все равно уже вы этого не почувствуете. Вот если бы был Рамус или был бы, кто у нас там, Малфит. Ну, два явных короля защитных предметов. Это было бы круто. Ну, или Тарик. То есть чемпионы, которые, покупая себе физическую защиту, увеличивают себе силу. Понимаете сами. А здесь, покупая физическую защиту, то есть армор защиту обычную, соточкой ничего получать не будет. Потому что оба этих чемпиона, и Сион, и Поппи, скелятся от здоровья. Чем больше здоровья, тем лучше они себя чувствуют. Но, с другой стороны, здоровье помогает против как раз-таки тру-дамага. Здесь я это отрицать не буду. По цифрам я бы отдал процентов 65 лейнинг-фазу за соточкой. Процентов 65 отдал бы и мидгейм за ними. И уже 55 процентов за команды ФНК. Я же просто их в приоритете поставил, что они более сильные будут лейти. Но это не означает, что они будут на голову сильнее. Куда Тарик пропал? Тарика я уже отвечал на этот вопрос. Сейчас люди, которые задают этот ответ, им будет скучно его слушать. У него произошел патч, где-то 8.14, по-моему, или 8.12, что-то такое. Патч, в котором ему продлили откат ульты на первом уровне. И продлили откат его Ешки. При этом еще урон у Ешки снизили на 20-ку. Но если урон не так страшно, то вот откаты на эти два заклинания сильно влияют на игру. И Тарик, который саппорт, редко добивает себе 16-й уровень за игру. Спрашивает себя, а зачем мне ульта, которая на 100 секунд реже кидается? Ну, вот она проблема. То есть одна ульта и все. В то время, как Алистару спит две ульты за это время дать. Нарв перезарядки ульты зарешал очень сильно. Канг контрит Джакса на линии. На линии? Даже не знаю. Джакс не такой уж Ленинг был чемпион. Сколько помню, у Джакса есть очень много сильных контрпиков. Тот же самый Пантеон его убивает. Ренинг Тон, Капс не прыгнул на тележку, увидев, как Рю побежал на него. Капс молодец. Мне нравятся. Вот некоторые игроки на чемпионате мира поставили себе цели. Вот это, кстати, Пролли говорил. Главный тренер команды Соточки. Я тут вчера много интервью разных смотрел. Пока играл 3 на 3. Да, кто не знает, ребят. Я сделал себе 3 на 3. Первый пунктик мы выполнили. 3 на 3 колдашку. Золотая Элла мы себе подняли. Капс решает за товар дайвить Рю. Немножко ошибается. Получает урон, но Рю не подлетел дальше. Рю, как же так? Брокса попадает. Вот это игра от Брокса. Отфлешивается, уходит в сторону. Анда бежит за ним. Брокса пытается увернуться от последующего прокаста Анды. Там рядом подходит Хулисанг. Попадает кушкой, замедляет. Прыгает у нас на Хулисанга Брокса. Прыгает Афраму, но не попадает своей кушкой, потому что Хулисанг ставит щит. Но попадает Агнаетом по Броксе. Брокса выживает. Хулисанг пытается замедлить, но это не выходит. Ничего. Рю прилетает на телепорте и задается вопросом. Какого хрена я не нажал на Ешку? Ну нажать же надо было. Друг! Просто нажми Ешку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так вот, ребят, вернемся назад. Шикарный момент просто в игре произошел. Капс соло-килл должен был делать, но немножко не доиграл. Не дал Игнает вовремя по Рю. Рю мог сделать ответочку за это, но пропустил этот момент. И потом уже Брокса показал, почему ему Лисина отдавать нельзя. В прошлом круге Лисина ему тоже отдали соточка один раз и пожалели. Ну нажимай! Ну просто все, и авто... Он испугался, что Капс его убьет в этот момент. Ну как же Брокса сыграл классно. Ну так вот, вернусь к интервью, про которое я рассказывал. Я вчера их много смотрел, и одно из этих интервью как раз было посвящено тренеру Проли. И тренер Проли ему задали вопрос, чем отличается ваша команда от других, почему у вас не такие хорошие результаты. Ну про нехорошие результаты он сказал, мы все исправим, как и многие другие команды. Здесь, конечно, он все равно продолжает мотивировать своих ребят играть на победу. Но то отличие, которое он назвал, оно звучит отсутствие профессионализма. И вот что он сказал. Он говорит, наша команда интересна всем тем, что мы... Вам сейчас это не понравится. Мы не тренируемся. По сути он это сказал. Но он имел в виду, мы не тренируем соло-линии. Мы, он говорит, обобщенные проводим тренировки. Это практически его цитата. Мы пытаемся выиграть по макро и банам-пикам. В то время как большинство команд на чемпионате мира доводят настолько до профессионального уровня одного своего чемпиона и лейнинг-фазу. И отметил как раз он Дженсен. Говорит, что Дженсен вообще не проигрывает линии никому. И это просто сотни часов тренировок одного и того же чемпиона, чтобы точно знать, как, где и почему ты должен выиграть линию. Это же касается и Капса, он добавил. И того же самого Суаза. Как он добавил, что Суаз, когда приезжает на чемпионаты мира, он вообще закрывается от всего социального мира. И только для него Лига Легенд существует. Почему Суаз такой сильный? Становится на всех чемпионатах мира. Вы же наверняка тоже заметили. И тут у меня возникает вопрос. А что вам мешает-то? Ну, тот, кто брал интервью, не задал ему вопрос. Кстати, интервью брал у него Вайл Тортл, который от команды FlyQuest поехал как раз на чемпионат мира как интервьюер. Он там с селфи-камерой ходил и вот это интервью брал у Проли. В общем, то, что делают нормальные игроки. Да, попытка была Брокса убить Рикаро. Рикаро отслашивается, остается в живых. Пытается Реклесс добить Рикаро. Рикаро за счет щитка выживает. Который Афраму успевает дать на него через хилл вот этого W. Еще одну W ставит, Анда здесь. Предлагает Афраму остаться на линии Рикаро. Рикаро говорит, нет, спасибо. Я лучше на бэк. Тем временем, зная, где находится Поппер и Шилкап тут ворваться в Рю, но Рю дал по нему стан. Из-за этого Афтершок сработал. А когда Афтершок срабатывает, статы увеличиваются защитные и там ворваться нормально не получится. Завтра все в силе. Рейн Алекс. Да, да. Я понял, кто там. Все в силе, все верно. Завтра играем в Солокум. Ну, нажмите же Игнайт. Алло, да, Хули Санг не достал. Здесь тоже Игнайт, судя по всему. Либо был уверен, что его и так убьют. Все же Лисин там с большим уроном пришел убивать. Капс не знает, кстати, что до него выйдет Поппи сейчас. Говорю, будет делать инициацию? Но Лисин рядом. Это даже если сделать Солокум инициацию, все для них может плохо кончиться. Ух, хорошая попытка от Брокса была. Ой, от Брокса, извините. От Хули Санга была неудачно. А вот Брокса сейчас может хорошо сыграть для Капса. Ух ты ж. Привет. Никто не забыт. Ничто не забыто. ПС в халате Кимба. Ничего себе, ты решил за хост расплатиться, хотя я этого даже и не требовал. Большое тебе спасибо. Вот такой вот человек, ребят. Халатик, стрим. Вчера мы выбрали. Я же говорил, мужиков надо выбирать. А что этих девок? Выбираем девок на рестрим. Они ни денег потом, ни спасибо, ни сисек. Ничего нам не дают. А вот халатик, он молодец. Он хоп и пришел. Большое тебе спасибо за поддержку канала. Мы и сегодня тоже кого-нибудь выберем. Вообще я рандомно выбираю. И вчера именно халат зарешал. Вчера чатик требовал какого-то Шаркса. Кто это вообще? Я не знаю. Какого-то непонятного человека требовали, чтобы я его зарехостил. Глупости это какие-то. А вот здесь, вот здесь все, все как надо. Лол сближает парней. Да, лол сближает парней. 1-0. В пользу команды ФНК не смогли они на меде делать убийство. Я говорю, ушел в свою ульту и телепортация была нажата с УАЗа, чтобы не было ответных убийств от Поппи. Но правда из-за этого СУАЗ потерял много фарма на топ-лейне. Кстати, Проле вчера еще в этом же... Ну, это было не вчера, это было где-то 7 дней назад интервью дано. Как раз перед групповой стадией. Последними игровыми днями имеется в виду. И вот он сказал, что у них может отметить таким игроком только Самдея. Самдея. И это мне понравилось, как он так сказал. Сейчас Проле попытаюсь тоже цитату вспомнить эту. Он говорит, я не понимаю Сам... Главный тренер команды Соточки говорит, я не понимаю Самдея, но он ставит себе такую же цель. Зачем-то выигрывать в любом случае линию. Ты точно главный тренер этой команды? Ты точно вообще тренер команды любой команды по Лиге Легенд? То есть он реально задается вопросом, я не понимаю, почему мой игрок хочет выигрывать каждую линию. Ведь можно выигрывать по макро, так и научи его выигрывать и по макро. Он будет выигрывать тебе первые 15 минут, а потом и дальше будет выигрывать. Ну и Лекариш тоже отмечал. То есть из как раз не азиатских команд он отметил Капса, Лекариша и... Ой! Афрамо. Капса, Лекариша и, конечно же, Дженсона. Зачем вообще выигрывать? Ну я уже говорил, что Соточка... А что такое макро? Макро это передвижение по карте, это все действия, которые влияют на большую часть, так сказать, всего игрового процесса. А не только фарм. Есть... Ой, как интересно! Брокса сыграл! Боже ты мой, как он хорош! Боже, Брокса, прекрати быть таким Лисином! На том мы подумаем, что Лисин ОП и упрыгивает назад на свой же Вартрю, там уже в тильте прыгает туда. Брокса возвращается, добивает его ногой, становится 3-0! Кто не знает предыдущую игру, Брокса не смог стать легендой. Именно против Соточки он взял... Если я правильно помню, это против Соточки было, сейчас меня может поправят люди. Он взял Лисина и сыграл 7-0-8! Шел 7-0-7, они решили затовардайвить на Ботлейне... Ну не на Ботлейне, уже на Нексус. Для восьмого убийства, но восьмое убийство заработал не он. Он так и не смог стать легендой того матча. И сейчас он играет на Лисине 3-0-0! Это прям как я играю на Лизе когда-то. Так вот смотришь на это и понимаешь, что человек знает своего чемпиона наизусть. То есть смотрите внимательно, что он делает. Во-первых, здесь они поймали Афраму на ворде. Который решил гулять, и Броксов предлагает пойти сразу делать дракона. У них есть приоритет здесь. Поппи идет сюда, выкидывает его ультой. Броксов упрыгивает в сторону на ворде. Кидает кушку заранее по дракону, чтобы вернуться туда. Выпихивает ногой Анду. И через Ешку Смайт забирает себя. Потом через Флэш все же возвращается назад. Но прыгает на шишки сюда и на прыжке восстанавливает здоровье Капсу. Еще и добивает игрока. Да, Флэш. Я думал, он два раза W дал. Но все же там Флэш был потрачен. Ты прав. Но он все три килла полностью заслужил. А как же твоя установка, что киллы на Лисине бесполезны? Нет, моя установка, она по-прежнему остается. То есть киллы на Лисине бесполезны до 25 минуты. Они используются по максимуму после 25 минуты примерно. Ну, иногда там до 30. Все убийства, которые собрал Лисин, их можно из статистики убирать. Потому что он очень слабый чемпион на шести предметах. И, соответственно, получается, что лучше отдавать все же убийства для Ирэйли. Отдавать там даже для того же самого Браума. Они и то будут пополезнее, чем для него. Слезы Реклоса в студию. Ну, видимо, не сегодня. А что Хули Санг? Как оцениваешь его игру? Хули Санг очень стабильный саппорт, на самом деле. У него есть свои крутые чемпионы. И один из них сейчас в игре. На чемпионате мира, понятное дело, он начал, как и все остальные команды, использовать Алистара. Но его мейн, самое главное, это Браум. И ожидал я, что он Браума будет играть в чемпионате Европы, если я правильно помню. Он сыграл 10 раз Браума, 9 побед, 1 поражение. И многие команды банят ему Браума, особенно, когда это было популярно. У нас здесь пытаются Броксу убить, он ставит щит. Ой, извините, Хули Санг ставит щит, блокирует все. А вот Броксу как раз-таки поймали через Рю, через Анду, через Сион. И все, он сюда прилетел. У Суаза нет телепорта, он не может пока прилететь. Хули Санг ставит стеночку, блокирует убийство Реклоса и жертвует собой ради своих ребят. 2000 преимуществ все еще остается за командой ФНК, но они теряют эту вышку. Или нет? Начинается телепортация. Куда он летит, я только не совсем понял. Он летит на именно вышку, прилетает. Капс делает стамп, пытается Капс сражаться. Дает ульту по нескольким игрокам. Но уходит Афраму через стеночку. Об эту стеночку сразу же станется Капс. Продолжает суостанковать, давать подкидывание. Сайлансы прописывать по трем игрокам. И все это время Севир просто унижает своими рикошетами команду Соточки. А самое смешное, что у Севир вообще нет урона в этой стадии игры. Вы представляете, сколько автоатак должна была дать Севир, чтобы убить всю команду 100 воров? Это чемпион без урона в этой стадии игры. Она просто может убивать крипов. Да и то только через заклинания и комбинацию. Но сейчас она, по-моему, нанесла топ-1 урон. Где-то там секунд 15 свободы действий Севир дали. Стояла она сначала за крепкими плечами Чагата, а потом уже и Релия подключилась. Они что, не могли развернуться и просто их убить? Они не могли. Трое победили пятерых. Как три спартанца. Команда ФНК. Три голых на масляных спартанца. Это я вспомнил вчерашнюю картинку. Кто-то нарисовал ручкой, видимо, девушка какая-то. Команду G2. Я это на стриме покажу, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Потому что если я буду это рассказывать, люди не совсем поймут. И это реально забавно выглядело. Сейчас покажу. Я поржал с этого. Представьте, ручкой кто-то вот так вот нарисовал. Как будто команда G2 вышла из бани. Голые торсы. Лига легендских игроков. И вот сейчас я представляю как раз-таки. Уже фанатиков кто-то будет рисовать тоже. Голые торсы на масляные. Как спартанцы. Ну вы же все смотрели 300 спартанцев. А здесь три спартанца. Только что ущелье свое защищали. Ущелье призывателя свое защищали на Ботлейне. Пытались в него проникнуть. Азиаты. Это Самдей Ирю. Американцы. Это Рикара. Канадец Анда. И один Афраму. Пытались проникнуть в ущелье с Ботлейна команды ФНК. Но они его защитили втроем. Голый Суазик. Да, голый Суазик. У нас здесь Суаз, кстати, сейчас гол как сокол остался. Ему никто не помогает. Вышка на его стороне. Но одной ее не хватает. Что только что это было. Это было, ребят, то, что было. Не смогли спасти его на Суаза. Но вышки на топе за это поломали. Там задонали немножко крипов. Дракончика решает пойти делать соточка. Убив все же Суаза. У него нет телепорта. Броксер попадает к ушкой. Ему есть возможность прыгнуть на вард. Но он не рискует. Потому что Анда уже поставил свое тело впереди. И говорит, что если ты прыгнешь, я просто дам W. И все будет у меня зашибись. Отдает Инфернал Дракон. В этот момент Реклос грустит. Потому что он понимает, что его чемпион в этой стадии игры послабее будет. Кайса и особо ничего сделать не может. Может только запушивает линию. Вызывается Геральтка фанатиками сюда. На мид та самая, которая была взята заранее. Афрамо ставит ульту. Отключает Капса. Капсу не дадут убежать. Об стеночку его кидает. Но он дает ульту. Сам Дэй сюда прибегает. Будет сейчас пытаться свою команду сражаться. Но все выживают из фанатиков. А вот команда соточка чуть было не потеряла двух игроков. Они вынуждены отступить на лечение. Их будут там ждать. Их будут лелеять. Но это минус. Еще одна вышка. Можно дальше идти. Они все еще не полечились. Еще один врыв Геральтке. Минус Ингибитор. Так можно даже делать. Геральтка-то жива, ребят, до сих пор. Пойдут ли фанатики делать минус Ингибитор? Нет. Но Геральтка говорит, я пойду. Вы как хотите, а я пойду. Бросили Геральдину. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Как можно 4 в 5 товар дайвить? Там спрашивает чатик. Глупости. Это 4 спартанца, ребят. Соточка это настоящие дровишки. Да. Ну, давайте немножко про команду 100 воров поговорим. Те, кто не в курсе. Может быть пропустили предыдущие стримы. Мои такого, знаете, фанового хейта этой команды. 100 воров в этом году появившаяся новая команда, которая была сделана как финансовый проект. Туда набрали огромное количество мастер-игроков и старого доброго тренера Проли, который ни разу, в общем-то, не приезжал на чемпионаты мира. Он постоянно тренировал всякие команды, там, Тир-5, Тир-6. И, по-моему, он только на чемпионат мира с европейской командой приезжал, если я правильно помню. А в Америке у него всегда там Тир-5, Тир-6 команды, там, 5-6 место максимум занимали. Но идея была создания 100 воров, взять старых добрых мастеров, таких игроков, как Самдей, Метеус, Риу, Кудисан и Афраму, для того, чтобы начать выстраивать академическую команду и тренировать второй состав своей академии на продажу. Да, в общем-то, и этих игроков тоже на продажу, если они вдруг выстрелят. Вы же понимаете, что такие игроки, как Самдей, ну, вот я всех пять назвал уже, они более, там, шести сезонов уже играют в Лигу Легенд. И, по сути, их киберспортивная карьера уже не сложилась или сложилась. И они с этим готовы были завершить. Но Проли вместе с организатором 100 воров убедили их остаться еще на один сезон, поиграть в Лигу Легенд и заработать денежки. Заработать денежки наверняка не такие уж и большие. Но теперь уже, когда эти игроки пробились на чемпионат мира, их всех будут продавать очень быстро. Кодисан уже прошел слух, что его продали в команду Clutch Gaming. Поэтому он и не выходит здесь в основе, а вместо него выступает уже Рикаро. Одновременно с этим про Самдей уже слухи идут про то, что он в Корею вроде как вернется. Идет, ну, не слуха, а настоящая тема про Меттиус, который поменял команду. И в этой команде вроде как уже пробьется в основу в следующем году. Потому что те решили своего джанглера обменять. Вот такие вот они 100 воров. То, что они попали на чемпионат мира, они заняли второе место в первом сплите. Молодцы. А во втором сплите начались вот эти вот продажи игроков. После чего 100 воров решили, что можно еще побороться за выход на чемпионат мира. Но, насколько я понимаю и вижу, по крайней мере, за это борются только Самдей и Анда. Анда заменен, замененный игрок, он заменил как раз таким Меттиусом. Меттиус, это как бы, сами понимаете, насколько крутой игрок. Но здесь попытаются капс поймать. Но они между вышек останутся. Это большие неприятности для 100 воров. Они слишком глубоко залезли. Бросают Рикару. Бросили своего. Но за ними через туннели выезжает команда Фанатик. Правда, попадает сразу же под ульту Афраму. И без ульты Афраму вполне реально, что Фанатики могут рискнуть теперь пойти делать этого на Шора. Подкидывание здесь устраивает Самдей. Но ничего не сделать. Стартует на Шора. Все же команда ФНК. Есть Анда. У Анды есть. Нет ульты, кстати, у Анды. Он же ее потратил. То есть нет ульты у Поппи, нет ульты у Барда. И чем воевать, не совсем понятно. Резкий разворот решает делать у нас команда ФНК. Пытается поймать Анду на стане. Прыгает капс. Прыгает у нас Суас. Станчик и все. Там не Суас, а Лисин, конечно же. Суас у нас на Чигате. Просто подкидывание давал. Обили Анду. Но на Шора, видимо, уже не пойдут. А вернутся просто дальше на фарминг. А я продолжу про них вам рассказывать. Соточка попала вот в такую ситуацию, где они разменяли Метеуса до игрока, который даже в основу не попадал в других команд. Команды Флайквест. Он даже в основу не попадал Анды. И представьте, как для Анды было круто это все. Он приехал играть в Академии, так сказать, из Канады своей, в американской команде. Флайквест в Академии. А тут ему говорят, мы тебя размениваем на Метеуса. Он такой, вау, у нас Метеус будет играть круто. Я бы хотел у Метеуса научиться играть. Нет, мы тебя размениваем. Будешь теперь в 100 ворах. Ну, он думал, ладно, поеду в 100 воров. Приезжает туда и в первой же игре Брандин и... Как его зовут второго? Левай. Левай Джанглер. Проваливают первые игры 100 воров. Это был МСА как раз турнир. И решает 100 воров. Давайте-ка лучше дадим Анди поиграть. И Анда реально заиграл. Заигрался этой командой. Как-то получилось. Но у них нет цели выиграть чемпионат мира. У них есть цель просто приехать и хорошо отдохнуть. И поиграть с более сильным коллективом. Так сказать, за опытом приехали. Но, сами понимаете, киберспортивная карьера не такая долгая у большинства игроков. И поэтому киберспортивный опыт, я думаю, надо бы сразу совмещать с попыткой выиграть чемпионский титул. Да, Риф Тривос была, не МСА. Спасибо, Риф Тривос. С Америка, Америка с Европы тогда играли. Да-да-да. Отдохнуть от Солку. Туристы. Да, туристы, мягко говоря. Именно для этого они сюда и приехали. И даже по интервью про Ли это слышно. Когда человек говорит, я удивляюсь, почему Самдей, когда мы уже идем все спать, бухать и веселиться там в караоке, а Самдей идет, я пойду в Солоку тренировать матчап Камилы против Сиона. Все умеют это делать, а я не умею. И главный тренер такой, ты дурак. Тренер, можно я еще поработаю над матчапами? Тренер, можно мне, пожалуйста, выделить мышку и клавиатуру. Тренер, включите, пожалуйста, интернет. Нет! Идем с нами бухать! Что-то они с коллективом, что ли? Я не знаю, что у них там за атмосфера, но вполне вероятно, что такие были темы. Так что, 9-3, второго дракона забирает у нас команда ФНК. Ты дурак, водка стынет, девки сохнут. Да-да-да. Вполне реально так и было. Водка стынет, девки сохнут, а ты тут собрался в Лигу Легенд дальше играть. Посмотрите на этого. Задрот! Задрот! Ну, у них там другое слово, там нерд, нерд. Они его так. Фу, нерд какой-то в команде. Да уж. Ну, ладно. Веселье в сторону. Может быть, соточка чего-нибудь сегодня устроит. Хотя, что им устраивать? Команда Cloud9 уже сделала то, что должна была. Вот знаете, что мне не понравилось? Сегодня английские комментаторы предматча уже похоронили команду ФНК и похоронили соточку. Похоронили относительно команды Invictus Gaming и начали гигантский хайп выстраивать вокруг этого матча. Фанатики соточки. Если соточка победит, европейцы с американцами будут бороться за второй слот. Зачем бороться за второй слот, когда можно бороться за первый? Как это сделала команда G2, как это сделала команда Cloud9. И я лично сегодня ставил все победы команде ФНК. То есть, они должны сегодня сделать по моим прогнозам 4-0. Три игры выиграть и потом тайбрейк победить в команде Invictus Gaming. И вот, следя сейчас за их игрой, есть небольшие косяки. Вот там у Суаза он и по фарму проседает. И слишком много, мне кажется, времени проводит с командой. Но все остальное у них пока идет на ура. Для меня фанатики очень сильный коллектив, который должен выходить здесь с первого места. И надо брать матч-реванш у Руки. Потому что Руки тогда получил себе Синдруф Свейна. Не очень удачный матч-ап для, конечно же, Капса. Ну и поглядим за Капсом сегодня еще раз. Лучшим медленером пока является, по моему мнению, все еще Скаут, потому что Скаут вчера играл свою очную встречу против Юкала и победил его во второй партии. В первой они сыграли в ничью, так сказать, там не было преимущества у него у кого из них. А вот во второй явную победу надо приписать Скауту. Что там постоянно промужирает во время матча? Не, ну подожди, он купил на часы, а тут играть. Не выкидывать же. Вот он и ест. Он говорит, ребят, сейчас, сейчас, доем, доем и будем играть. Сейчас, сейчас, сейчас. Блин, еще курочка, я забыл. Извините, ребят, из KFC курочка подъехала. Ну, у них там не KFC, у них барбекю, это BBQ. BBQ курочка подъехала. Сейчас. Поуправляй мышкой за меня. Сейчас, сейчас я. Блин, руки грязные. Давай паузу, я сейчас мою. Да ладно, ладно, об себя все же. Казенная одежда, можно и об себя. Ребят, так жрать охота. Так жрать охота, вы не представляете. Ну, если вы знаете, что я имею в виду. Ладно, у нас здесь шутки в сторону. Там на шоу стартует все же команда ФНК. Зачем Виценд Капсу. Он ворует статы магической защиты у соточки и при этом себе наращивает магическую защиту как раз против магического урона соточки. Ну, это нормальный довольно предмет. Ничего плохого в этом предмете нет для Ирели. Он как альтернатива Ботарку, хотя в этой игре можно было и Ботарку собирать, учитывая двух танков, которые есть у 100 воров. Да. Нашор уходит за ФНК, да, и, как вы можете слышать, не только я не воодушевлен этим Нашором, то есть, английский комментатор на это особо не обратил внимания, и зрители даже не порадовались. Просто Нашор такой, знаете, как, ну, факт, ФНК сильнее, причем они по ворду сюда сместились, это было все видно, но 100 воров, видимо, в этот момент как раз Афраму брал курочку, остальные игроки были чем-то заняты. Может, смотрели, как он кушает курочку и смакует ее, потому что никто из команды 100 воров не увидел этого момента. За кем Ледгей? За командой ФНК. Именно поэтому они сейчас немножко сдулись, потому что мидгейм и лейнинг фаза у них слабее должна была быть, но мидгейм они как раз отсиделись, никуда не лезли, аккуратненько работали по Нашору, имея преимущество большое по золоту, и Орлигейм выиграл как раз-таки Лисин классной своей игрой, где он является вообще-то в контрпике, где Поппи должна была делать то, что делает Лисин, но в итоге, видите, Лисин сотворил себе 4-1-1 статистику, ну и дальше в мидгейме очень аккуратно играли ФНК, прекрасно понимая, что их чемпионы очень слабые в этой стадии игры, а вот теперь уже 31-ая минута, они плюс 10 тысяч идут, считайте, у них лейт уже наступил, как я люблю говорить с Олоку, у них айтемы будущего, уже предметы будущего собраны у Ставаров, делается инициация Прекласса, Рекласса нажимает ульту, нажимает QSS, остается в живых, Барт выключает свет, но свет был выключен, не по всей команде, смогли фанатики занять лучшую позицию после этого тимфайта, по-моему, вопросы о профпригодности Ставаров на этом чемпионате должны пропасть, вы имеете Early Game Pressure и Mid Game Pressure чемпионов и проигрываете начало игры настолько сильно, что потом вас 14-4 громят. Представьте, Севирка, которая, ну, она вообще никакая в начале игры. Браум, который тоже никакой по сравнению с Бардом в начале игры. Я уверен, я на любой сайт сейчас зайду, будет написано Бард, прямая контракт к Брауму. Но разгром учинила команда ФНК, уверенная победа, не знаю, что там английские комментаторы, хайп какой-то крутили вокруг этого. И вот видно по лицу Ставаров, именно по лицу Самдея, что вот он расстроен. Это был Самдея, кто не понял. Вот он реально расстроен. Этот человек, ему обидно, потому что он-то, он еще думает сейчас про себя, вот задумайтесь, у него как мысли идут. Он такой, блин, и с бабами не этогоался, тренировался и чемпионат мира не выиграл. Понятно, короче. Говно, говно это ваша Лига Легенд. Ребят, я готов. Где там девчонки? Уже все из Ставаров. Друг, мы как бы уже чемоданы собираем, уже домой едем. Когда вот тренировки были, вот тогда надо было. Он такой, блин, пытается сломать Самдея, вот его этот, как бы, корейский дух, пытается сломать Ставаров, но он не поддается, он единственный по-прежнему хорошо играющий игрок этой команды, но в одиночку ему, конечно, ничего не сделать. Лучше бы Эхо Фокс или ТСМ поехали. Я уже про это говорил, но структура турнира такова, что Эхо Фоксам и ТСМам нужно было лучше играть предыдущую, предыдущий сплит. Если бы они смогли, тогда бы им хватило очков, чтобы поехать на чемпионат мира за место команды 100 ТИФС. Go Fortnite, там люди пишут, и вправду, да. Отправляйтесь играть в Fortnite. Ну, про Fortnite поговорим давайте. Не, в следующей игре мы не поговорим про Fortnite, там будут Invictus с Jirex, когда снова будет 100 воров играть, поговорим и про Fortnite. Про него мне тоже есть что вам рассказать. Пока, перерыв.